Редактор субтитров А.Семкин Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире информационный выпуск Радио Карачева Черкесии «Вести» на календаре вторник, 29 марта, с главными новостями в студии Болду Байрамукова. Официальная хроника. Под председательством заместителя министра России по делам Северного Кавказа Одесса Байсултанова в Весентуках состоялось первое в этом году заседание Организационного комитета по подготовке к проведению фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Ингушетии, которое пройдет в сентябре текущего года. Участники мероприятия рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с подготовкой, организацией и проведением фестиваля. Карачевой Черкесию на заседании представили министр физической культуры и спорта Расул Чучаев и министр культуры Республики Мадина Гугова. Временно исполняющий обязанность главы Карачевой Черкесии Рашид Темрезов провел совещание с участием члена правительства Республики, заместителя руководителя администрации главы правительства Алибека Нагаева, уполномоченного по правам ребенка в регионе Ларисы Абазалиевой и мэра Черкеска Руслана Тамбеева. Основная тема, которая была рассмотрена на совещании, это организация работы образовательных, медицинских и социальных учреждений, особенно тех, в которых проживают, учатся или воспитываются дети. По итогам совещания Рашид Темрезов поручил усилить совместную работу по организации постоянного контроля за деятельностью социальных учреждений. Рашид Темрезов поручил организовать специальную комиссию, которая проверит деятельность учреждений с точки зрения финансовой дисциплины, организации питания, медицинского и социального обслуживания детей. Временно исполняющий обязанности главы Карачевой Черкесии Рашид Темрезов поздравил военнослужащих ветеранов внутренних войск МВД России с 205-летием со дня образования подразделения. Внутренние войска МВД страны созданы, служат для обеспечения внутренней безопасности родного Отечества и наших граждан. Во все времена военнослужащие этого подразделения нашей страны проявляли верность присяге и личное мужество, обеспечивали порядок и общественную безопасность, осуществляли охрану стратегических объектов. Эти традиции профессионализма и преданности государству бережно хранятся всеми поколениями военнослужащих внутренних войск МВД России. От имени всех жителей Карачевой Черкесии от себя лично благодарю вас за мужество и преданность своему делу. Искренне желаю вам успехов в службе, здоровья, добра и благополучия в семьях. Говорится в поздравлении Рашида Темрезова. Министр образования и науки Карачевой Черкесии Инна Кравченко приняла участие в 7-м Петербургском образовательном форуме, который проходил в эти дни в Санкт-Петербурге. В этом году ключевой темой форума был вопрос профессионального становления и развития современного педагога, значимость его социальной миссии. Программа была очень насыщенной, в неё вошли более 50 различных мероприятий. Ну а центральным стало пленарное заседание, которое прошло в президентской библиотеке имени Бориса Ельцина, темой которого стало «Профессиональное развитие и социальная миссия современного учителя». Продолжаем выпуск. В Доме правительства Республики состоялось ежегодное заседание коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаева-Черкесии по итогам работы за 2015 год. Отмечено, что в последние годы в Республике большое внимание уделяется строительству и реконструкции социально значимых объектов и в первую очередь детских садов. В 2015 году построено 10 детских садов, общей вместимостью 1525 мест и несколько десятков спортивных объектов и учреждений здравоохранения. В прошлом году ввод жилья в эксплуатацию при плане 100 тысяч квадратных метров жилой площади составил почти 182,5 тысяч квадратных метров. В Доме правительства Республики состоялось заседание коллегии Министерства культуры Карачаева-Черкесии, главной темой которого стали итоги работы в прошлом году. Руководитель ведомства Мадина Гогова, характеризуя деятельность в 2015 году, сказала, что основные усилия были направлены на повышение эффективности работы учреждений, своевременное качественное исполнение бюджетных обязательств подведомственных учреждений, оказание методической помощи, организацию и проведение мероприятий, поддержку одаренных детей и молодежи, а также сохранение развития традиционной народной культуры. Подведены итоги Всероссийского конкурса соревнования по повышению безопасности на дорогах «Безопасность на дорогах. Общая забота», который проходил в рамках проекта «Безопасные дороги. Партия Единая Россия». По итогам 2015 года лучший по Северокавказскому федеральному округу признана Карачаево-Черкесия. Снижение числа погибших и пострадавших в ДТП, число наездов на пешеходных переходах – вот основные критерии, по которым определялся победитель. 31 марта текущего года в Государственной Думе Российской Федерации состоится заседание, в котором примет участие представители от нашей республики и выступит с докладом о принятых в регионе мерах, позволивших уменьшить число жертв ДТП. В Карачаево-Черкесии прошла контрольная проверка физической подготовленности воинской части номер 20-096. В рамках данного мероприятия помощник главнокомандующего воздушно-космических сил Российской Федерации по физической подготовке, полковник Андрей Широков посетил ряд спортивных объектов на территории республики и высоко оценил темпы строительства и качество новых спортивных сооружений. В Карачаево-Черкесии включилась реализация программы поддержки национальных литератур, которая была разработана в рамках Года литературы в России. Программа предусматривает систему мер по сохранению и поддержке продвижению национальных литератур народов России, включая переводы лучших произведений национальных литератур на русский язык, подготовку и издание в 2016-2017 годах антологии современной прозы, поэзии, детской литературы и драматургии народов России. В Карачаево-Черкесии уже сформирован редакционный совет, в который вошли филологи, писатели, преподаватели и библиотечные работники. Вы слушаете Радио России, Карачаево-Черкесия. Новости образования. С осени текущего года в Северокавказской государственной гуманитарно-технологической академии начнется набор студентов из стран дальнего зарубежья. Первыми студентами вуза станут представители Индии. Осенью в мединститут по специальности лечебное дело планируется набрать две группы по 15 человек. По предварительным данным, появятся абитуриенты из Бахрейна. В педагогическом колледже имени Умара Хабекова прошел креативный фестиваль национальных культур в дружбе народов Единства России. Представители многонациональной студенческой семьи педагогического колледжа продемонстрировали зрителям песни, танцы и национальные костюмы разных народов. В видеопрезентациях студенты постарались отразить быт и культуру народов, их богатую историю и древние традиции. На базе Индустриально-технологического колледжа Черкесска прошло очередное заседание правого молодежного клуба «Учись качать права» в зоне риска молодежь, противодействия экстремизму. Цель мероприятия – формирование учащихся стойкого неприятия экстремизму и толерантное отношение к жизни и окружающим. В Карачаево-Черкесском драматическом театре прошла торжественная церемония чествования выпускников республиканского мадреса и интерната, удостоившейся звания хафизов – людей с абсолютным знанием коронического текста. Благотворительный фонд имени Туркпия Арашокова поздравил лучших выпускников и вручил каждому денежную премию в размере 100 тысяч рублей. А их преподаватель удостоен ключей от нового автомобиля. К другим вестям. Медики УЗ Жигутинского района продемонстрировали высокую оперативность и слаженность действий на показательных учениях по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Благодаря эффективному взаимодействию медработников, сотрудников чрезвычайных ведомств и правоохранительных структур удалось спасти 8 человек, пострадавших в условном ТТП. Час экологии, посвященный особо охраняемым территориям, прошел в среднеобразовательной школе номер один Карачаевска. Первые выходные апреля на курорте Архыс развлекательной программой закрытия сезона в Малиновке по мотивам популярного кинофильма «Свадьба в Малиновке» красочно завершится горнолыжный сезон 2015-2016 года. Следующие праздничные мероприятия пройдут уже в мае. В весенне-летнем сезоне эксплуатации курорта. Насыщенная развлекательная программа подарит гостям курорта массу сюрпризов, поздравлений и хорошее настроение. Будет работать детская игровая программа с клоунами. Откроется стена воспоминаний о самых ярких событиях уходящего сезона. Пройдет горячая СМС-линия первоапрельских розыгрышей. Запланировано проведение интерактивной программы «Красный в городе» и инстаграм-конкурса «Мисс и мистер Архыс». Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность. Местами умеренные дожди. В горах с мокрым снегом. В отдельных районах сильные осадки. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 7. В горах плюс 2, минус 3. В горах Карачаева-Черкесии слабая лавина-опасность. В черкесске временами небольшой дождь, днем умеренные. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4, плюс 6. На этом информационный вупс радио Карачаева-Черкесии «Вести» подошел к концу. С главными новостями в студии была Болду Байрамукова. Я прощаюсь с вами и желаю вам удачного дня, хорошего настроения. А эфир продолжит информационно-музыкальная программа «Республика». Не переключайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...